Сегодня в Губкине состоялась беспрецедентная музыкальная акция. На глубине в 340 метров в шахте имени основателя города звучала музыка Баха. Сюиты великого немецкого композитора в рамках 5-го международного фестиваля Белгород Мюзикфест исполнил всемирно известный виолончелист Борислав Струлев. Акцию он посвятил памяти горняков, погибших на Воркутинской шахте Северная. Запись выступления вела наша творческая команда. Телеверсия выйдет в эфир в ближайшее время, а прямо сейчас подробности с места события в сюжете Натальи Александровой. Площадкой для выступления стал пункт обслуживания техники. Помещение привели в порядок, организовали места для слушателей, а специалисты Мира Белогорья подготовили всю техническую базу. До выступления остается буквально полчаса, чтобы оно состоялось. Команда Мира Белогорья привезла сюда сегодня килограммы оборудования, километры проводов и десятки киловатт звука и света. Команда Мира Белогорья Сочинения Баха для такого выступления были выбраны не случайно. Бах – это орган, а орган – это металл, металл – это руда. Это сила, это мощь, это в чем-то аномалия, в хорошем смысле этого слова. Вот это и есть как бы девицы нашего фестиваля, и вообще музыки, и искусства. Чтобы стать участником этого уникального музыкального приношения, под землю спустилось больше сотни человек. Классическая музыка буквально в недрах земли. Такого в России еще не было. Выступление на глубине 340 метров от поверхности земли было зафиксировано в Книге рекордов России. «Рекорд. Игра на виолончели на самой большой глубине под землей в России объявляю официально зафиксированным». Участниками акции всероссийского масштаба стали горники шахты имени Губкина. «Волнение, конечно, есть. Вот я работал 30 лет, например, первый раз в моей жизни. Такие мурашки даже по телу. Приехал такой именитый музыкант к нам, сюда. Это, мне кажется, говорит и о престиже нашего предприятия. Это даже какая-то такая гордость». Это настоящее историческое событие не только для нашего региона, но и для всей страны. А для нашей телерадиокомпании еще и сложнейшая техническая задача, с которой мы раньше не сталкивались. При минимуме освещения на площадке непригодный для съемок один спуск, в которую занимает больше часа. Для режиссеров, операторов, инженеров Мира Белогорья это испытание и на креативность, и на техническую подготовку. Уникальные кадры телевизионного закулисья о том, как творческая команда Мира Белогорья готовит и обеспечивает техническое сопровождение грандиозного события, выйдут отдельным фильмом. В эфире совсем скоро. Следите за анонсами. Наталья Александрова, Евгений Кротов, Эдуард Горелов. Новости Мира Белогорья.